Как прописаться на даче и не попасть в просаг? Статью на эту тему можно прочесть на страницах Комсомольской правды Барнау. За разъяснениями журналисты обратились к заместителю руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю. С 1 марта к капитальным дачным постройкам предъявили новые требования. Теперь перед строительством необходимо выслать уведомления в профильный комитет районной администрации. В течение 7 дней придет ответ, если строительство разрешат, то согласие будет действовать 10 лет. А что делать в случае отказа? Ответ на этот и другие вопросы на страницах Комсомольской правды Барнау. Дороги Алтайского края признаны одними из самых опасных в стране. Об этом сообщают журналисты Политсибру, ссылаясь на статистические данные. Алтайский край занял 38 место из 50. Это на две позиции хуже, чем было в 2017 году. Исследование проводил Межрегиональный общественный центр. Интересно, что самые безопасные дороги в Томской области. Полность физокрейтинга есть на Политсибру. Тараканы ходят вместе с детьми. Барнаульцы пожаловались на очередные трущобы здравоохранения. Под таким заголовком есть большая статья на Банкфакси. Родители нескольких пациентов детского травматологического отделения горбольницы номер 12 рассказали журналистам информационного агентства о чудовищных условиях, в которых они вынуждены находиться вместе со своими детьми. По словам горожан, палаты и коридоры учреждения уже много лет не видели ремонта. Эта тема и не только на Банкфакси. А журналисты информационного агентства Толк разместили интервью с барнаульской певицей Полиной Холод. Девушка стала участницей вокального телевизионного проекта на одном из федеральных каналов. Она призналась, что вдохновение ищет в людях и эмоциях, а иногда и в фантиках от конфет. Кроме увлечения музыкой, любит смотреть документальные фильмы и пытается приучить себя больше читать. Что ждет Полина Холод от участия в проекте? Читайте на толке. А на Бийском рабочем вы узнаете, какими экспонатами пополнился Краеведческий музей Наукограда. Там прошел традиционный день дарителя. Среди подарков в основном предметы советского времени – настенные ковры, сувениры, картины и даже техника. В этом году Бийский Краеведческий музей отмечает свой 99-й день рождения. Предметы ровесники принес в дар Виктор Буланичев, председатель Бийского отделения Демидовского фонда. Он передал музею иглу с корняка до монгольского периода и еще несколько предметов с вековой историей. Фотографии некоторых из них размещены на Бийском рабочем.